По словам основателя ансамбля, ныне директора Севастопольского центра культуры и искусств Игоря Зенина, идея создания коллектива в далеком 1992 году возникла благодаря новым креативным взглядам, которых в то время не хватало в жанре хореографии. При этом и от традиционных форм отказываться не собирались. Известные народные и флотские танцы и сегодня пользуются большим успехом у почитателей Черного моря. Была идея создать коллектив с претензиями, чтобы не быть похожими на всех остальных. Конечно, мы не отказывались от таких форм классических народного танца. Но хотелось самовыражения. Как это все получилось, это оценит уже зритель. 30 лет назад Игорь Зенин объединил вокруг себя танцоров, с которыми был хорошо знаком и работал ранее. Изначально их было 10 пар. Трудно подсчитать точное число концертов, которые ансамбль дал за время творческой деятельности. При этом из трех десятилетий, два с лишним года, артисты провели гастролируя по Китаю. Запомнились яркие поездки в европейские страны. Спустя несколько лет после создания ансамбля при нем заработала детская студия, призванная обучать премудростям хореографии юное поколение. Ее воспитанники сегодня составляют основу Черного моря. Мы считаем, что это очень важно. Вот сейчас на одной сцене, когда у детей есть возможность работать с профессиональным творческим коллективом, помимо эстетического воспитания, дети смогут понять будущую, возможно, свою профессию изнутри, познакомиться с трудом профессиональным. Мы считаем, что это очень важно. Я пришла в 13 лет в школу-студию, три года проучилась, потом меня уже приняли в ансамбль. Всего, получается, 22 года. Сколько лет и сколько было работы, и сколько было поездок интересных, и действительно номеров, эмоций. Юбилейная программа «Черное море 30 лет» – это компиляция лучших танцевальных работ коллектива и, разумеется, премьеры, одной из которых станет эффектный хореографический номер «Китай». В честь юбилея артисты возродили постановку «Офицерский бал», появившуюся на свет вместе с ансамблем. Это тот номер для многих участников и основного состава коллектива. Это был номер премьерный, дебютный. Очень многие были дебюты в коллективе, да, в какие-то там лет 25 назад. И этим номером мы откроем. Это очень волнительно. Я надеюсь, что в зале будут и выпускники, и те люди, которые работали в коллективе. Концерт, посвященный юбилею Государственного ансамбля танца «Черное море», зрители смогут увидеть 26 ноября на сцене Севастопольского центра культуры и искусств по адресу улица Ленина, 25, начало в 18.00. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро.